Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Урок 26. Следующий на очереди у нас настройки стилей и цвета. Первое. У нас сразу выбрано по умолчанию. Нет скругленных углов для всех окон. Всех возможных. Просто выбираем какой-нибудь из вариантов. 5, 8, 12 пикселей или произвольный кастом. Тогда можем задать ниже ползунком произвольное скругление углов. Я оставлю 12, допустим. Где это можно посмотреть? Везде на сайте. Допустим, вот эта плашка. Видите, она скругленная. Вот этот под пункты меню, они скругленные. Вот это при наведении карточка, она у нас скругленная. То есть применяется ко всему сайту. Дальше. Ну, темная тема. Переключаемся. И, по сути, там, где мы еще не трогали настройки, у нас темная такая тема получается. Футер отдельно, шапку отдельно можно задать. Ну вот под пункты тоже темные. Дальше. Цвета. Основной цвет сайта. То есть помните, ранее мы смотрели. Это ссылки, подсказки. В общем, это акцентный цвет, кнопки. Меняйте на свой. У меня это будет синий. Дополнительные цвета. Там, где желтый у нас встречается. Давайте мы сохраним сейчас синий. То есть это у нас акцент. Там, где есть вот цены. Вот эти элементы календаря. Дальше. Цвет ссылок. То есть цвет ссылки обычный. Вообще в контенте, на сайте. И при наведении. Меняйте на свой. Цвет панели браузера Android. Интересная штука. Давайте попробуем сделать вот такой фиолетовый, чтобы понимать. Да, в имитации мобильного устройства это посмотреть не получится. Но через Android. Здесь вот есть скриншот. То есть именно браузер будет цветом, который вы зададите здесь, в Android. Это очень крутая штука. Фон страницы. То есть смотрите, общий фон страницы у нас белый. По умолчанию. Это видно. Вы можете задать любой цвет здесь. Либо загрузить изображение на задний бэкграунд. Дальше магазин. Также продукт. Архив бэкграунд. Белый. Или загрузить изображение. Вот у нас архив. Давайте с архивом посмотрим. Фон страницы товара. Тоже посмотрим. Дальше настройки. Также бэкграунд. Заливка фона для блога. Если вы ведете статьи для отдельной статьи. Цвет заливки фона. Если портфолио ведете. До этого мы еще с вами дойдем. Здесь можно ввести портфолио. От этого шаблона интересное отображение каких-то фотографий. Также можно для портфолио залить цвет. Цветом либо загрузить картинку. И также одиночное открытое портфолио. Фон для него цвет. Или загрузить картинку. Вот давайте с товарами посмотрим. Вот видите. Вот она у нас архивная страница с товарами. Фиолетовый сзади цвет. Если мы провалимся в конкретный товар, то карточка товара, видите, зеленая становится. Далее мы с вами переходим к кнопке. Это дизайн кнопки. То есть есть 3D такая выпуклая. С скругленными углами. Сильно скругленными. Либо чуть-чуть скругленными. Выбирайте свой вариант. И соответственно для кнопки семейства шрифтов можно выбрать. Мы ранее разбирали с вами шрифты. Вот допустим стилистику также для кнопок выбрать. Трансформацию текста. Default button background. То есть для кнопки заливка фоном. И при наведении как кнопка будет меняться. Также цвет текста на кнопке. Темный, светлый. Если произвольный, можно выбрать свой цвет. И также цветовая схема текста при наведении курсора на кнопку. То же самое. Либо пользовательский, либо светлый, либо темный. Акцентные кнопки также можно выбрать. Также загрузить шрифт. То же самое акцентное. Цвет. Заливки кнопки и для кнопки при наведении. И также текст текста для акцентной кнопки. Также можно здесь сделать свой какой-то отдельный элемент. Button. То есть для кнопки стиль. Выбрав его здесь. Дальше назначив также семейство шрифтов. Насыщенность. Трансформация. Размеры. Цвета. И так далее. И также есть ссылка add.ru. Если требуется еще назначить какой-то свой дизайн. Каким-то событием. Событием. Вот hover это у нас при наведении. Допустим add to car. При наведении на корзину. Какой стиль сделать свой уникальный здесь. Следующее. Forms. То есть если мы поиск помните, выбирали. Как он дизайн будет выглядеть. Формочки поиска. Но так как мы здесь не используем. У нас поиск. Вот так вот выглядит. Поэтому здесь у нас наверное неприменимо. Но я думаю, что это касается стиль полей. То есть не только поиска. Где есть такие поля. Допустим страница checkout. Оформление. Можно выбрать вариант. Ширина рамки. Вот здесь например это видно. Ширина рамки формы. Задать свой. И потом цвета идут. Form, text, color. Цвет текста для формы. Выбираете какой-то. Форм, placeholder. То есть это поле, где заполняется текстом. Именно вот это место, где текст вводится. Можно задать цвет. Форм, border. Это цвет рамки. Border это рамка. Форм, border, color, focus. Ну когда выбрано это поле. Цвет рамки может поменяться у этого поля. И форм, background это заливка цветом формы. И дальше идет уведомление. Вы можете это просто посмотреть в подсказке. Допустим успешное оформление товара, заказа. Цвет этого уведомления. Можете поменять здесь. И цвет текста уведомления здесь. Дальше предупреждения. Допустим если что-то не так сделали. Или что-то у вас там не настроено. Вот такие вот уведомления. Они оранжевые. И цвет текста предупреждений к этим уведомлениям. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле.